В чём как бы плюс, в чём минус? Там есть и плюсы, и минусы, да? Плюс в том, что, скажем, если регрессолог действительно грамотный, умеющий, то человек погружается в свои прошлые жизни, ну, в какую-то регрессию обычно одну жизнь смотрят за сеанс, ну, две редко, погружается в свою жизнь прошлую, он видит какие-то, там, может быть, что-то видит, он что-то чувствует, что-то ощущает, то есть он получает, как бы, свой опыт прошлых жизней, да? Вот. Это как бы плюс, потому что человек, когда из агрессии выходит, он говорит, да, я вот видел, там, ну, ну, он и так, как бы, идёт беседа, да, на самом деле всё это записывается на диктофон, в лучшем случае, там, обязательно надо на диктофон писать, потому что, когда человек выходит из этого регрессивного состояния, у него очень быстро стирается память, потому что это такой глубинный процесс, вот, сразу затирка идёт памяти, и, скажем, через полчаса он может вспомнить один-два фрагмента, и всё, если нет вот этих впечатлений, запоминающихся, да, то он забывает, то есть ему метки нужны, либо всё записать, ну, так же, как после сна, да, человек проснулся, какой-то сон увидел, если он его не зафиксировал, он его забывает, это то же самое, это похожий процесс, вот, это, как бы, огромный плюс, потому что человек, он, как бы, это проживает, он начинает в это верить, он понимает, что это есть и так далее, вот, это, как бы, вот, момент плюсовой. Минусовой момент, что, скажем, это очень долго, то есть, скажем, ну, вот, за мою сессию, где-то у меня она длится, ну, по-разному, очень быстро бывает, там, от часу до двух, вот, вот, я просматриваю, ну, минимум три реинкарнации, вот, иногда до пяти, иногда, вот, был случай, десять реинкарнаций просмотрели за полтора часа, это, как бы, вот, вот первое различие. Второе – разные цели, скажем, мои цели, вот, когда я работаю с людьми, решить какие-то проблемы, но связанные с кармой, вот, с кармическими задачами, то есть, ну, в первую очередь, с теми блоками кармическими, которые готовы к активации, и можно, скажем, упредить проблему, которая через два месяца произойдет, ну, скажем, через два месяца может произойти какое-то событие неприятное для человека, о котором он не знает, да, а я вижу эти блоки, мы отрабатываем, и он, это событие происходит, но он проходит его очень легко, да, скажем, на событийном плане. Второй момент, значит, о регрессии это не делает. Регрессия работает больше вот по запросу человека, который, так сказать, он озвучивает, да, вот он говорит, у меня вот я хочу с этим поработать, с такой проблемой, поэтому у нас немножко разные задачи, хотя я тоже по запросу часто работаю, когда человек приходит, говорит, мне вот с этим надо работать, я говорю, пожалуйста, работать можно. Второй момент, очень тоже интересный, ко мне очень много в свое время приходило людей, они были у регрессологов, у них ничего не получалось, просто ничего не получалось, проблем не лишалось, мы ничего не видели, мы просто хорошо расслабились и все. У меня получается всегда, но всегда получается, что не то, что человек видит, да, а то, что я могу вскрыть прошлую жизнь, озвучить проблему, мы с этой проблемой работаем, и как бы блок кармический уходит. Вот это второй момент. А теперь, скажем, ну вот я вам плюсы регрессии сказал, да, вот, теперь минусы мои, скажем, да, мне тоже, с моей точки зрения, я считаю, что это минус большой, потому что не, скажем, все люди видят, с которыми я работаю в прошлой жизни. Ну, у меня большой процент, видение там, скажем, 70%, да, то есть мы садимся с человеком, он обычно садится, либо ложится, дальше я вхожу в глубоко измененное состояние, и желательно, чтобы этот человек тоже как бы максимально расслабился, и дальше я начинаю делать энергонакачку, то есть ставлю защиту и делать энергонакачку, то есть на него и на себя, то есть начинается, и вхожу с ним еще в резонанс, то есть вот за счет этого происходит, скажем, включение часто человека, с которым я работаю, включение, скажем, в те реинкарнации, которые я из него пытаюсь вытащить, из его подсознания. Вот, и, ну, то, что люди начинают видеть, как бы они видят картинки, те, которые вижу я, они видят, либо они дополняют мои картинки, бывают случаи, скажем, ну вот это больше мужчины, мужчина сидел, я помню, ну, относительно недавно, вот, и я начал его реинкарнацию, вскрыл блок, начал видеть фрагменты реинкарнации, начал рассказывать, что там происходило с ним, ну, персонажи какие там были, всю эту сцену описываю, и вдруг он мне начинает говорить там, этот персонаж этот сделал, это этот, я с ним в таких отношениях родственных и так далее, я ему говорю, ты видишь? Он говорит, нет, я просто знаю. То есть у него пошла информация в виде яснознания. И потом я просто замолчал, он мне начал вот эту всю ситуацию рассказывать, рассказывать, объяснил, где он там сделал ошибки, причины и прочее, ну, и дальше мы с ним вот это всё проработали, и, ну, и, в общем, вот несколько реинкарнаций мы смотрели, я ему только вот как бы его показывал, да, куда надо, а дальше у него информация у самого шла. Ну, вот такие случаи бывают. Ещё тоже случай очень интересный был, но это было групповое погружение в прошлой жизни, это было не работа с кармой, ну, я в своё время обучал людей, тренинги вёл, обучал погружение в прошлой жизни, ну, просто группа была, они ложились, расслаблялись, и мы как бы погружались, каждый в своё. Вот, и вот одно погружение было очень интересное. Женщина, она, когда вышла, она вышла просто в шоке в таком, потому что, она говорит, мне было такое ощущение, что я, ну, была в реальном мире, потому что она чувствовала запах, вкус, осязательные все вещи, там, звуковые, визуальные, ну, по пяти органам чувств, это очень редко бывает. Вот, и она всё это вот начала рассказывать, описывать, там, вот про эту рыбу, то есть она на берегу моря, там, была, ну, в семье рыбака. Вот, то есть вот такие ситуации бывают, но на самом деле, вот с такой кармой, если человек вошёл в такое состояние, и если это травмирующая ситуация, работать очень тяжело, потому что человек, он как бы отождествляется с этой ситуацией, он через неё опять проходит, у него опять стресс, поэтому, когда работаешь вот так поверхностно немножко, да, только какое-то видение, ещё чего-то, человеку легче с этим работать, легче это оценивать, легче, как бы, это принимать и переваривать, да, потому что, если этого нет, то, как правило, вот, очень часто бывают травмирующие вещи, у меня такой опыт, к сожалению, есть, как говорится, у каждого есть свои скелеты в шкафу, когда я только начинал, у меня было много ошибок, потому что тогда не было никаких книг, никаких тренинг, я шёл сам методом проб и ошибок, то есть у меня ничего не было, да, вот, поэтому, ну, как бы были, вот, очень много было промахов поначалу, ну, слава богу, трагедий таких серьёзных не было, но были очень неприятные вещи, и сам тоже где-то пару раз я очень здорово пострадал, потому что я влез в те свои реинкарнации, которые я просто не смог переварить, и я в шоке ходил несколько недель после этого. Действительно, когда человек прорабатывает ситуацию, да, прорабатывает, он чувствует облегчение, и вот женщина, которую, ну, которую мы снимали, да, показывали мою практику, она тоже в конце сказала, у меня как вот из груди ушло вот это вот, ну, как вот напряжение, что ли, да, облегчение чувствовала, это вот момент такой есть, это всегда критерий о том, что ситуация, вы её проработали, именно вот это облегчение идёт, это такое впечатление, что как груз с плечей снят, да. У меня очень часто люди плачут на, когда мы проходим, да, регрессию, ну, не регрессию, ну, путешествуем в прошлой жизни, я не называю это, ну, потому что это разные вещи, я называю путешествия в прошлой жизни, когда мы работаем с кармой, путешествия в прошлой жизни, у меня тоже люди часто плачут, и, в общем, хотя они не в таком глубоком состоянии, потому что подсознание их выкидывает, ну, истину, да, и идёт реакция, естественно, физиологическая, вот, но вот когда человек видит именно вот по пяти органам чувств, это говорит, что он очень глубоко погрузился туда в прошлое, то есть это хорошее погружение на самом деле, но оно вот, я говорю, имеет две, с одной стороны это здорово, да, а с другой стороны, если там какие-то травмирующие события, это очень тяжело проходить. У меня такой случай был, женщина, ну, как-то мы, на самом деле, очень аккуратно к этому подошли, она, ну, там ритуалы были с жертвоприношениями приносила, она приносила как раз жертву младенцев, там, ну, детали не буду рассказывать, вот, и мы когда вышли, хотя мы всё там сделали, там, это, у неё руки тряслись, потому что она долго в себя не мог прийти, пришлось опять ещё нырять второй раз, опять-опять всё проходить, переигрывать там, переделывать, то есть после второго нырка у неё уже как бы вот, ей было нам много легче, её отпустило, а после первого, вот, я говорю, вот, у неё руки тряслись, это было, конечно, жутко видеть, вот, но я-то уже к этим вещам всем привык, я чего только не насмотрелся за эти 30 лет, вот, не дай Бог каждому это видит, вот, но вот такие вещи, да, есть такой момент.